Хоккейная форма, коньки, в руках клюшки и сражения настоящих мужчин. На льду они забывают про все звания и регалии. За победу сражаются служители Фемиды. Опасные моменты не менее зрелищные, чем в матчах профессионалов. У нас работа такая, она тяжело ответственная, и как бы вот где-то вот надо встречаться. Вот на льду это самое то. Не первый год скрестить клюшки с татарстанскими глюстителями закона в Казань приезжают судьи из Нижнего Новгорода. В составе гостей Николай Рябов. На его счету за эти годы в турнире уже не одна заброшенная шайба. У вас команды в Татарстане достаточно молодые, а у нас средний возраст, наверное, 50 лет. В основном встречаемся для того, чтобы общаться с коллегами, рассказать о каких-то своих результатах, достижениях. Чайка! Чайка! Несмотря на то, что на площадке непрофессиональный хоккеист, назвать матчи скучными язык не поворачивается. Команда играет два периода по 15 минут. Страсти бушуют как на трибунах, так и на льдо. На ледовой арене свои силы проверяли сразу четыре коллектива. Верховного суда, прокуратуры, коллеги адвокатов и нижегородских судей. Кубок приурочен ко дню юриста. Турнир проводится на протяжении уже 14 лет. Играют в основном команды правоохранительных органов и наша судейская. Ну, дух соперничества присутствует. Тем не менее, мне кажется, это больше товарищеские матчи. Команды обновляются, приходят молодые судьи. В упорной борьбе победу на турнире одержали нижегородцы. На втором месте прокурор республики. Третью ступеньки дистал заняла команда Верховного суда. Рамиль Галиуллин, Адальмин Дубаев, ТНВ, Казань.